Семиклассник Артём Черняев в составе оркестра исполняет своё любимое произведение, минуэт француза Поля Мария. Уже седьмой год юный музыкант играет на кларнете, до этого занимался на блокфлейте. Кларнет мне нравится своим звучанием. Звучит он мягко, глубоко, красиво. Мне предложил Павел Васильевич заниматься в оркестре, и я согласился. Но попасть в первый в области детско-яношеский эстрадно-симфонический оркестр можно и через кастинг. Прослушивания пройдут завтра и в субботу в училище искусств. Стать участником коллектива можно и без специального образования. И музыкальный инструмент тоже не важен. Это могут быть и духовые, и струнные, и даже ксилофон с колокольчиком. Главная площадка, где можно было бы всем разместиться, шутят в оркестре. Играть пока будут всё того же Поля Мария. В основном мы начали с такого репертуара. И этот репертуар у Поля Мария очень обширен, и он известен с малых лет всем нашим жителям страны. И он был и в разных программах, музыка звучала фоном, в мире животных, программа «Время». Так что эта музыка на слуху, и люди сразу думают, что они очень грамотны музыкально, да, поприще, когда слушают такую музыку. Городу нужен такой сводный большой коллектив. Он, несомненно, с течением времени станет настоящим украшением наших мероприятий. Ну и у нас тенденция по всей стране, что мы развиваем музыкальное творчество, музыкальное искусство. И вот это шаг от города Череповца. Вообще я сторонник живой музыки, а это вот яркий пример, яркий шаг в сторону живой музыки в последнее время. Сейчас оркестр уже репетирует вовсю, чтобы первый состав смог выступить в ноябре, уже на публике, в День города. Рафик Исаев, Александр Шагичев, Виталий Присмотров, Новости.